Итак, нажимаем на клавишу Read, то есть включение, у нас загорелся дисплей, у нас выдало уже результат, расстояние у нас 10 сантиметров. Всем привет, дорогие друзья, и с вами, как всегда, Влад Ютубер. Попал мне в руки вот такой лазерный дальномер, модель его S&W SW-T40. И я хотел бы поделиться впечатлениями от пользования этим дальномером. Модель этого дальномера S&W SW-T40. Цифра 40 означает, что этот дальномер способен измерять расстояние до 40 метров. Сам дальномер сделан из пластика, но хорошего пластика. Как мы видим, по бокам у нас есть вот такие насечки, чтобы его было удобно держать. И также на этом пластике не остаются отпечатки от пальцев. Спереди на нашем дальномере имеется вот такой небольшой экранчик, как мы видим. Также у нас есть вот такой вот уровень, капелька и 7 клавиш. Имеется у нас клавиша RID, которая отвечает за включение нашего устройства и также измерение. Также клавиши плюс и минус, которые отвечают за прибавление и отнимание. Далее у нас имеется клавиша измерения площади. Клавиша сохранения. Клавиша переключения режимов измерения. И клавиша Clare и выключение. Сзади на нашем дальномере имеется вот такая вот наклеечка, на которой написана мощность этого дальномера. И также какие батарейки в нем используются. Откроем крышечку и посмотрим, какие же батарейки у нас тут стоят. А у нас тут стоят вот такие две мизинчиковые батарейки типа 3А. Вот такого маленького типа. Вставим обратно нашу батареечку и закрываем крышку. И самое главное, сверху на нашем дальномере имеется вот такая вот, как мы видим, линза и сам лазер. А снизу у нас пусто, ничего здесь нет. Как видим, спереди у нас написано, что этот дальномер способен измерять расстояние от 5 сантиметров до 40 метров. Включим теперь наш дальномер и попробуем что-нибудь измерить. Итак, нажимаем на клавишу Read, то есть включение. У нас загорелся дисплей. И как мы видим, у нашего дальномера светится вот такая замечательная голубенькая подсветка. Подсветка эта через несколько секунд сама тухнет. Как видим, слева на нашем дисплее горит вот такой вот значок, который обозначает, что измерение у нас идет от низа нашего устройства. То есть вот здесь у нас есть клавиша вот такая, которой мы можем это переключать. Вот мы нажали эту клавишу, как мы видим, у нас теперь стрелочка идет от верха устройства. Попробуем дальномером измерить расстояние до моей руки. Итак, нажимаем на клавишу Read, нажимаем ее еще раз. И как мы видим, у нас выдало уже результат. Расстояние у нас 10 сантиметров. Измерение у меня происходило от верха дальномера. Попробуем теперь нажать эту клавишу, чтобы изменить этот режим. Итак, нажимаем эту клавишу, как мы видим, у нас стрелочка изменилась, стала от низа устройства. И теперь опять же попробуем измерить расстояние, точно такое же. Итак, нажимаем на клавишу измерения, нажимаем ее еще раз. И как мы видим, у нас уже выдало такой результат. То есть у нас получается теперь 20 сантиметров. Не 10 сантиметров, а 20. Это все потому, что берется еще расстояние, то есть длины этого дальномера. То есть это все приплюсовывается. Это сделано для того, чтобы, например, можно было измерить расстояние от стены до стены. То есть вы берете этот дальномер, прислоняете к стене, выставляете режим измерения от низа дальномера. И измеряете расстояние от жопки вот этой до конца стены. Клавиша OFF и CLEAR отвечает за сброс. То есть мы ее нажимаем, да, клавиша CLEAR, нажали мы ее и все, у нас данные сбросились на 0. Итак, теперь разберемся, за что же отвечает клавиша плюс и минус. То есть смотрите, вот когда я измеряю расстояние до руки, вот выставим, например, расстояние от края нашего дальномера. То есть нажимаем на клавишу, чтобы стрелочка у нас переключилась наверх. Итак, измеряем расстояние до руки. Итак, нажимаем, нажали еще раз. Вот у нас показало расстояние 9 сантиметров. Потом нажимаем клавишу плюс, чтобы прибавить. Это как бы у нас калькулятор такой получается. Опять же мы измеряем расстояние, нажимаем. И как мы видим, у меня уже выдало вот такие вот данные. То есть у нас выдало 18 сантиметров. То есть у нас 9 плюс 9 сантиметров приплюсовало и получилось 18. То есть это просто прибавляет расстояние, которое вы измеряете. Также действует у нас и клавиша минус. Вот измеряем еще раз расстояние. Поставим руку подальше. Итак, измеряем. Вот у нас получилось 13 сантиметров. Далее нажимаем на клавишу минус, то есть отнять. И опять же измеряем расстояние, только немного поменьше. Итак, нажимаем. Вот у нас показало результат. 5 сантиметров. То есть у нас было 13. Потом мы измерили второй раз. Получилось у нас 7 сантиметров. и в результате мы получили 5 сантиметров. То есть данный дальномер измеряет очень даже точно и очень хорошо. Ниже мы видим здесь клавишу измерения площади, то есть вы можете с помощью этого дальномера измерить площадь вашей комнаты, например. Вот нажимаем эту клавишу, нажали мы ее, как мы видим, у нас высветился здесь квадрат, потом мы нажимаем ее еще раз, у нас теперь идет измерение куба, нажимаем ее еще раз и у нас происходит измерение треугольника. То есть с помощью этого вы можете легко измерить площадь. Также справа у нас имеется еще одна клавиша, которая отвечает за сохранение информации, которую вы измерили. То есть на этом дальномере присутствуют еще и ячейки памяти. То есть вы измеряете какое-то расстояние, вот у вас выдало, например, 9 сантиметров, вы нажимаете на клавишу сохранить и у вас уже сохранился этот результат в памяти. Также, как я уже говорил, у нас имеется клавиша переключения режимов измерения, то есть от низа нашего дальномера и от верха. И самая последняя клавиша, это у нас клавиша сброса и выключения. То есть мы эту клавишу зажимаем и у нас дальномер выключается. Принцип действия этого дальномера очень простой. У нас имеется излучатель и приемник. От излучателя идет сигнал до стены, потом возвращается обратно и дальномер эти данные обрабатывает и выдает вам результат измерения расстояния, которую вы вымеряли. Ну а что такое уровень капелька, я думаю, вы все знаете. Посмотрим теперь, как же точно показывает наш дальномер. Итак, нажимаем клавишу включить, он у нас включился. Так, переключаем режим измерения от верха нашего дальномера, то есть переключили стрелочка у нас вверху и ложим наш дальномер на начало нашей линейки. Итак, мы его положили, ставим куда? Например, ну ставим на 25 сантиметров измерения и нажимаем на клавишу измерить. Как мы видим, я поставил крышечку от моего фотоаппарата на расстоянии 25 сантиметров и посмотрим, какой же результат у нас получился. Итак, результат измерения получился у нас 24,5 сантиметра, то есть довольно точно. Так что у этого дальномера погрешность довольно-таки маленькая, если она вообще существует. Так что я хотел бы вам порекомендовать вот такой дальномер S&W SW-T40, так как он реально крутой. Я сам ним некоторое время пользовался, так что скажу, что это просто офигенный дальномер. Стоит он, конечно, немало, но он этих денег стоит, так как он имеет множество функций, его удобно держать в руке и точность измерения его очень хорошая. Так что если вы занимаетесь строительством, ремонтами и всеми такими делами, то этот лазерный дальномер просто находка для вас. Не нужно вам шляться с такими громоздкими рулетками, отмерять там по 300 раз. Этот дальномер измерит вам расстояние от 5 сантиметров до 40 метров. И что самое главное, очень точно. Для тех, кому интересно, ссылка на этот дальномер находится в описании к этому видео. И с вами, друзья, я прощаюсь. До новых встреч и до новых видеоуроков. И, конечно же, до новых распаковок. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!